В Нью-Йорке приняли международный пакт о защите океана, который обсуждали последние 15 лет. Он был согласован после пяти раундов затяжных переговоров, проходивших под эгидой ООН. В обсуждениях участвовали представители более чем ста стран. Они утвердили юридически обязывающие положение пакта о сохранении и обеспечении устойчивого использования биоразнообразия океана. В целом, текущие переговоры начались 20 февраля и завершились на день позже установленного срока. «Корабль достиг своих берегов». Договор призван к концу десятилетия поставить под защиту 30% суши и моря в мире. Эту цель, согласованную в Монреале в декабре, называют 30 к 30. Эксперты говорят, что раньше в мире не было чёткого пути защиты международных вод. «Этот новый договор даёт нам возможности правовую основу, которую мы можем использовать для создания охраняемых районов в открытом море». Делегат от Никарагуа разочарован тем, как велись переговоры. «Переговоры не гарантировали равенства, беспристрастности, баланса и прозрачности. Несколько параллельных встреч затрудняли участие небольших делегаций». Главным камнем преткновения были экономические интересы. Развивающиеся страны призывали к большей доле доходов от голубой экономики, включая передачу биотехнологий. Также предметом разногласия оставалось соглашение о совместном использовании преимуществ морских генетических ресурсов, используемых в таких отраслях, как биотехнологии. Природозащитные организации говорят, что для достижения поставленной цели до 2030 года ежегодно необходимо ставить под охрану 11 миллионов квадратных километров океана. Сегодня очень небольшая часть открытых морей подлежит какой-либо защите. При этом растущую угрозу представляют загрязнение, повышение уровня кислотности и чрезмерный вылов рыбы.